I have ways of blowing things up. К сожалению, придется нам сейчас один патрончик из револьвера ухреначить, потому что там у нас говно встало. Это вставшее говно нам придется убивать. А почему, извините? Оно со щитом, потому что, да? Я надеялся, что я на это два патрона, типа один патрон потрачу. Потратил два патрона, оно меня ударило. Мне еще и придется... Да ну вот же оно, используй. Ты издеваешься? Так, взять. Все. Два патрона потратили. Я не знаю, хочу ли я лечиться. Ну, типа, хочу, конечно, но... Стоит ли мне? Давайте по... Блин. А что у меня есть из лечения? Давайте быстренько глянем. Из лечения. У меня одна хилка есть. И один автохилер. Одна хилка и один автохилер. И все. Эта штука два раза меня ударила. И у меня на нее не было клеер-шота, к сожалению. О! Кстати, а куда нам... Я, кажется, знаю, куда нам вентиль. Давайте сходим, попробуем лечиться. Опять не буду, короче. Не то чтобы опять, а... Попробуем в пайпворк сходить с вентилем. Я вообще думал сходить в другое место. Но раз уж так у нас получилось... Так, а вот это оно... Выйди, в смысле, что ты делаешь? Оно не кликабельно, к сожалению. Ладно. Я только сейчас вдруг подумал о том, что, возможно, в пайпворкс там может зайти этот вентиль. Ну, уж подобрали вентиль и батарейку, и все, что хочешь. Да, вот он сюда, скорее всего, идет. Ладно. Потому что там на меня орали, если что. Сюда можно. И сюда можно. Ага. Синие дискеты. Да, хочу. Получен предмет синие дискеты. Спасибо. Патроны. Я могу перезарядиться. И сколько у них осталось? У них еще и четыре осталось! Невиданная щедрость. Это у нас garbage shoot. Понятно. Так. Что ж, поехали в эту дверку заглянем. Тринь, детство ты, ультрафиоль... Ультра Фига!? Так, какой там Q? Да. Вот где-то вот здесь. Блин, я даже не помню, где именно. Ладно, хорошо. Сюда тоже можно. А вниз? Внизу у нас ничего нет. На меня даже орать не будут. Одноразовый шокер. Я, наверное, его пока что вставлю. Пока... Ага, это ступеньки вниз. Мид гриндер. А, дропдаун. Тут можно упасть туда. А можно нет сначала? Так, хорошо. У нас есть возможность прийти сюда. И у нас даже никого нету на пути, кто стоял бы. Это хорошо. У нас есть шокер. У нас есть синие дискеты, которые мы сейчас сложим. Я, наверное, все-таки это вылечусь. Да, это наша практически последняя хилка, но мы сейчас идем в комнату с врагами. Ацетон я, наверное, возьму с собой. Мне кажется, что я где-то видел для него применение. Я не могу точно вспомнить. Стой, а... Дискеты не в компьютер, случайно? Выберите пример, чтобы использовать. Использовать. Синяя дискета, да. Используем предмет синие дискета. Антенна. Ага, тарелка принимает режим дуплекс. Сигнал ретранслируется на местные станции. Настройте радиочастоту 125. Радиочастоту на 125. Мою или это так? Трансмит, антенна. Политика, сорока. Колокольчики. Че, блин, происходит? Прочти меня. Типа, ритми. Итак, из жестокого нормирования энергии питания подается лишь на часть антенн в решетке. Чтобы определить, какие антенны под напряжением и триангулировать нужную, воспользуйтесь программой антенны. Отметьте антенну, у которой тестовый сигнал слышен на обеих тарелках. В программе передача выберите номер антенны и выберите нужный звуковой файл для трансляции. Я понял, что я, наверное, без дискеты B здесь пока что ничего не сделаю, но 125. Ну что ж, давайте все-таки лечиться. Пистолет с ППшкой у нас остается здесь, винтовка остается здесь. Я не помню, зачем мне проявочный баг. Я его вроде подобрал, нигде не нашел ему применение пока что. Так, соединить с этим, использовать. если это не выведет меня на нормальное самочувствие, тогда это печально. У меня сейчас шокер в руке, да? Все, сохраняемся. Дискеты мы использовали, па-па-пам, это я возьму с собой. Я тогда как раз, я помню, что я хотел из проявочного бага вот эту жидкость применить на какую-то вещь, а у меня это не получилось. Короче, идем сейчас на другой этаж. фаер я, наверное, пока что с собой брать не буду. Ледеррум, это у нас... Воу, подождите, а нам разве не в этой комнате? Нам нужно было растворитель для какой-то картины. Вот, я теперь вспомнил. Это не здесь было, случайно? Кстати, пистолетные патроны. Спасибо. Я помню, что я за ними хотел вернуться. Так, использовать предмет ацетон, да. Забрать предмет любовники. Это карта Таро, я так понимаю. Получен предмет lovers. Здесь... Вот это выглядит, как будто там есть еще одна карта, честно говоря, но... Насколько вы являетесь поклонником теории... Теории заговора, да? Карта Таро, на которой изображен шестой старший аркан, любовники смотреть. Очень подозрительно напоминает нашего гештальта и нашу кукушку, вот эту клушку, куклушку, за которую мы играем. Пойдем мы, наверное, вот, любовников положим что-то на место. Как бы это плохо сейчас не прозвучало. Вот. И... И, 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 и... И, наверное, пистолетные патроны, потому что у нас... Да. Есть с собой револьвер, и даже есть чем его зарядить. четыре выстрела. В таком составе пойдем. Фонарик я потом одену, если что. Тут загадок на самом деле неплохо так навалили. Во-первых, вон тот код разгадывать, во-вторых, в холле у нас не хватает там... Бэ-бэ-бэ-бэ-бэ! Вы это видели? Охренеть! Все, той двери больше нет. Там появилось какое-то мясо вместо этого, как только мы... Блин! А можно нет? Тут всякие баллоны. Так, давайте определимся, куда мы здесь идем. У нас есть атриум, куда нам нужно пойти. И есть апартамент, где у нас закрыты двери. Я не помню, с другой стороны или это... Короче, пока что атриум, но в атриуме там на нас орали, поэтому там кто-то есть. заперт на ключ, табличка комната 0512. Я не хочу, чтобы вот это вставало, блин. Они тут встают, твари. Там вниз. Но, по крайней мере, у нас есть шокер. Меня там уже сразу что-то било. Так. Взять. Взять. Извините, хрена ли? Оно должно было... Оно там в прошлый раз еще встало, да? Я просто не заметил. Все. С этими разобрались. Патроны ровней. у нас ушли. Пока что оставлю. Здесь пройти нельзя. Единственная дверь, которую пройти можно здесь. Так. А как не... Что это за внутренние дворики? Как мне туда пробраться? Это я вижу двери другого этажа. Так я понимаю, да? То есть это не внутренний дворик. Это просто некое такое... там аптечка была? Да. Использовать. где это сюда, тварь? Зажигательные. Супер. туда попасть никак нельзя. Сюда тоже попасть никак нельзя. Готовимся. Это мы открыли с другой стороны. перезарядки 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 нам нечем. Войти в апартмент мы можем. Но вроде как пока что незачем. Открывать с другой стороны. Отлично. тут вроде даже никого. Авто хилер. Ага. сюда нам нужно что-то на шкарху изображена сорока на ней что-то вроде динамика или микрофона. понял. Сорока подождите. А вот это луна солнце весы башня дерево меч. А это разве это не части таро которые у нас были. Подождите надо подумать. Но тут шкатул который нам надо. Отсылка учителя Арианы Йон. Девочка вне всяких сомнений ведет себя странно. Вероятно из-за того что воспитывалась только матерью и не сообществом добрых людей под наблюдением блок стражи как-то принято в наши дни. Ее одержимость картинами музыкой и другой ерундой явно появились у нее во время проживания в горах на удаленном радиопосту. Вне всяких сомнений благодаря дружбе с рожденными на винете сестрами и тоу у нее также был доступ к сомнительной литературе которая нелегально продается в книжной лавке их родителей. Кажется она не понимает что подобные отвлекающие факторы теперь больше неприемлемы что следует чаще принимать участие в жизни и развитии общества нашей нации как и всем остальным ее гражданам. Лично я могу лишь надеяться что военная служба выбьет эти вольнодумные идеи из ее головы и решит задачу с которой к сожалению пока не смогла справиться школа. Очень интересно. Ну то есть здесь у нас шкатулочка с музыкальным этим да микрофоном нужно что-то что-то включить сейчас давайте просто просканим эфир что у нас есть шкатулочка Так, есть волна на 60 Это что-то важное, но это не то, что нам нужно здесь Субтитры создавал DimaTorzok Очередная крепота по радио у нас, прикольно Два сигнала, есть на 60 и на 160 Субтитры создавал DimaTorzok Мне кажется, это тоже что-то не то Что-то ему надо дать послушать Ладно Пока что не будем мучить уши, не будем мучить зрителя Нам явно сюда потом надо вернуться И у нас тут проход через апартмент Меня немножечко волнует Почему тут можно с другой стороны Открыть вам ту дверь Ну, да ладно, хорошо Грубо говоря, шорткат мы себе здесь открыли Ни хрена это не шорткат Так Там это говно встало Мне это не нравится Мне придется потом с ним справляться Тут эта тварь сгорела Вот эти две меня не особо волнуют, наверное Пока что, по крайней мере Так Возвращаемся Немножечко подведем итоги Там можно в мясорубку упасть Давайте сохранимся Сейчас так и сделаем Немножко с патронами разберемся Что у нас здесь Четыре патрона на револьвере Один патрон, блин, на шотике Это вообще печально Я три патрона так потратил В никуда вообще Просто плакать хочется Так Хилочку я себе оставлю Потому что у меня в любой момент Могут хреначно чем-нибудь Что бы я еще Наверное, вместо шотика я бы взял пистолет И пять патронов к нему Которые мы нашли Вот Походим немножечко с ним Самое простенькое оружие Надеемся, что у нас там будут Самые простенькие мобы Ага Давайте вот сюда Сохранимся И пойдем сейчас В мясорубку прыгнем Ну, это не физически Не метафорически Меня не устраивает Это нам по Пайпворкс И туда Ладно Вот тут у нас еще не хватает Да Головоломок тут Пока что припасено нормально Надо будет посидеть Подумать На досуге Я постоянно с шифтом бегаю Не знаю О, я дурак, да? Наш тут ультрафиолет Вы, наверное, уже поняли Сорян Тебе уже, наверное, кто поняли Уже себе, наверное Все брови на лысо Пообщипывали Типа Как? Чувак Докатайся Ну вот До меня только сейчас дошло Где у нас там Проявочный баг Проявочный баг Добавлю Я добавлю пару минут Это серии Этой серии Ээээ... Эээээ... Ага. Ага. Ну, у нас же тут ультрафиолетовая комната. Ладно, минутку. С другой стороны, я хотел вернуть его обратно, к черту. У нас еще три места есть, пойдемте. Мы сохранились, с чем мы дергаемся. Можно прыгать, там может быть все что угодно. Сорубка, видимо, сломалась. Кажется, можно безопасно спуститься на нижний этаж. Спуститься. Конечно же. Морозильник. Охладильник. Кулер. Хилер. Возьми, пожалуйста. Осталось два места. Забрать предмет башню, да. Зубы вообще-то чьи-то, если что. Тут рациончики. Рацион С. Почитать. Имперская блокада продолжается. Миллионы голодают. Из-за нестихающих событий на Китеже, поставки рационеров на Винетту вновь были подорваны имперскими силами. Миллионы граждан Ефсана будут вынуждены голодать еще месяц, поскольку имперские ракетные фрегаты на орбите Китежа нанесли критический урон одному из гуманитарных конвоев. Следовавших на Винетту. Дипломатические отношения с империей испытывают очередной кризис. Орбиты Китежа будет еще 8 сезонов блокировать свободные перемещения между Винеттой, Радфронтом и Хайматом. Из-за чего наши освободительные войска оказались на мели посреди Винеттского океана без малейшей поддержки. Мы продолжим посылать конвой, несмотря на имперскую плакаду. Лишь упорство поможет нам поставить то, что осталось от Винетты. Потрошки на ППшку. 15 штучек. Немножко, но хоть что-то. Публичный дом. По крайней мере, нам написано, что это паблик хаус. 126. До свидания. Я не верен, что я к этому готов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Так, во-первых, автохиллер. Нет, использовать. Во-вторых, вот это взять, вот это взять. 123 Да, блин, попадите. Вот эту, что ли? Патроны у меня закончились на этом. Но есть один шокер. А, нет, еще один патрон даже остался. Застрелиться можно. Классно. Охрененно. Сколько патронов? Шесть. О, сейв. Здрасте. Хилочка. Еще лучше. Ключик. Ключ, сейчас мы посмотрим его. Так, подожди. Со временем оставим большое количество. Использовать. Револьвер. Ложен. Закончился. ПП-шные патроны. Ложен. Карту ложим. Это ложен. Металлический ключ с меткой комнаты. Да, я понял, откуда это, что это. Хорошо. А чем мне теперь пользоваться? Ну, давай я возьму эти патроны. Типа, зарядить. 15,6. Не особо много, но хоть что-то. Патронный револьвер. Шесть штук. Полная обойма. Офигительно. Так, а куда я выйду? О-о-о-о. Да? Еди-ш-ш-ш-ш-ш. Я пока не хочу в эту комнату. Там прям жопа. До свидания. Потратил патрон. И выманили у меня. Хорошо. Что там дальше? Тут нет прохода. Там еще две двери. Хренасивы крепкие стали. Закрытый нужен ключ? Да, понятно. Не с этим вооружением. Я сейчас пистолет поменяю на револьвер. Тогда мы посмотрим, что можно делать. Ну, то есть пистолет я отстрелял. Практически весь там два патрона осталось. Наверх я могу подняться. Типа. Одновременно и не могу. Перезарядить. Как раз полная обойма туда ушла. Минуточку. Карта. Так. F. У нас еще вон туда можно сходить. На Fire Escape можно сходить. На Fire Escape у нас выход. Если пройти туда, то мы можем вернуться к... Вот комната 512. Если мы по лестнице пройдем. Если мы пробежим и вернемся. Нужно ли нам все это прямо сейчас? Наверное, нет. Комната открывается с другой стороны. Там есть еще какой-то проход. Там три придурка, которых надо грохнуть. Ну, или пробежать. Но они там, типа, относительно мелкие. Но их много. Там бы, кстати, шотик пригодился. А сейчас мы по лестнице. Ты прицелиться в него не хочешь? Так, хорошо, шотик отстреляли И ППшку отстреляли Красный глаз Во многих регионах Ротфронт существует странная фольклорная идея Связанная с парейдолией Склонность видеть осмысленные изображения в случайных зрительных образах Например, человеческое лицо в черненном пятне и буквы на поверхности грязной лужи Широко известно, что так называемый красный глаз Всего лишь антициклонная буря, вызванная областью высокого давления атмосферы материнской планеты Ротфронта И все же для некоторых ранних поселенцев Ротфронт Это природный феномен стал символом их борьбы и способом жизни Это красное пятно в небе стало идеальной метафорой вечного наблюдения со стороны протекторов и мертвой хватки центрального правительства Хаймата Даже сегодня идея о немигающем, наверное, нетремлющем оке Следящем за каждым шагом человека находит богатый отклик в душах местных жителей Во время празднования Монтфеста в конце каждого сезона взрослые граждане иногда дарят студентам рацион марки Выкрашены в красный цвет Официальная красная краска символизирует кровь тех, кто погиб во время революции Однако красные монеты слишком уж сильно напоминают красный глаз Или это тоже всего лишь парейдолия Если вам когда-нибудь попадется в руки такая красноглазая рацион марка Вы можете удалить с нее краску с помощью ацетона Который мы просрали Или аналогичного растворителя Тратить или дарить повторно окрашенную монету нельзя Считается, что это приносит несчастье Но с другой стороны ее и нету Тут заперто А дверь открылась Так, это у нас Открывается с другой стороны, значит будет еще один шорткат Два вида оружия полностью отстреляли Что-то получше, что-то похуже, но... Да Я бы зашел, наверное, в ту комнату, мне кажется, сейчас Раз мы относительно недалеко Я так и не пользуюсь этой винтовкой Мне кажется, это потом аукнется У меня, кстати, есть две сигнальные ракеты Которыми можно спалить Вот где у нас там было Ф Вот здесь вот В Кейблс Холлвей Ты заходишь, там парочка тварей Одного из них можно хренануть ракеткой А одного из револьвера уложить Там, в принципе, больше идти некуда Это единственный коридор, который у нас остался Для прохождения Ну и комната, собственно, в которую мы сейчас идем Я с собой так предусмотрительно Беру только револьвер на шесть патронов Шокер В принципе, гораздо более полезная штука Чем она есть Чем она кажется на первый взгляд Потому что Она одноразово валит Все, что тебя окружает Вблизи Работает как шотик Причем можно проигнорировать щиты Можно проигнорировать все, что угодно Использован Так, дневник снова Снова, ладно Шестая, может, снов? А? Шестая ночь Мне снилось, как будто я имперский фермер Я обнимала свою любовницу в красных пустынях китежа Когда нас накрыла буря И песок источил наши тела Ничего не оставит Тринадцатая, блин, ночь Я работала в ленгских рудниках И вдруг меня поглотила бесформенная масса плоти Моя плоть соединилась с плотью других работников И остались лишь кости Мой разум соединился с коллективным разумом плоти Который не знает смерти Шестнадцатая ночь В небе разлилась буря Я упала с крыши Разрушенного венецкого небоскреба Но так я не достигла бегущего Бушущего внизу океана Я все падала Как вдруг пашню ударила молния И я проснулась Восемнадцатая ночь Я плавала в море подо льдами Радфронта Куда никогда не проникает солнечный свет И увидела огромное существо Плывущее во тьме Подо мной В мрачных глубинах луны Девятнадцатая ночь Я видела пылающее око В небе Над облаками Буяна Я шла по летучему имперскому дворцу И вдруг Шаркий словно солнцевзгляд Испепелил мое тело И ты стала Испепелатцем Выберите предмет Чтобы использовать его Ха-ха-ха-ха-ха Ага А вот это интересно Хорошо То есть Взять мы тут Ничего не возьмем А вот Нужно Еще одна головоломка Прям Вот эта часть Она по-моему Просто Вне больше всего Головоломок Из того Что было раньше Тут прям Прям много-много Сорян за слово Прям Прям так много Так Нам Вниз Атриум Попробовать Прорваться Через Ложков Всем лежать Спасибо Этот же Сожженный По-моему Да Лежите-лежите Все нормально А Вверх У нас Что Апартмент Ой Там была Еще одна Там была Еще одна Дверь Которую Я не заметил А Это я Все Я туда захожу И меня там сразу же бьют Я не с той стороны Все-все-все Все нормально Значит Идем Сейчас Сохранимся Вот здесь На этом серию Мы будем заканчивать Но я примерно уже Знаю Насчет загадок Надо еще подумать Давайте так По-честному Я еще не знаю Всех ответов 10 33 Ну вот этот На третий файл А вот Но Куда нам идти Пока что Я примерно Предполагаю Нам вот сюда Тут как минимум Еще парочка дверей Во-первых А во-вторых Там наверху Там тоже можно Пострелять Ну там скорее всего Для шортката Мне кажется Хотя у нас Столько неоткрытых дверей И столько Нерешенных загадок Я просто Немножко пока что В растерянности Надо будет между сериями Покумекать мозгом Пересмотреть Эту серию Прошлую серию И попробовать Что-то найти Ладно ребятушки На этом будем заканчивать Спасибо что были с нами Всем удачи Добра Бобра Всем молодушек Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...